Иван, ты у нас откуда? Из какой школы? Из школы имени Калиникова. У кого ты учишься? У сестерской надежды Бассейны в четвертом классе. В четвертом классе, хорошо. Что ты у нас играешь? Айпологу. Айпологу, обработка Марина. Давай. Айпологу. 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 А что у тебя добрые молодцы вот так вот играют только, наклонившись. Знаешь, ты так, домрочка она кругленькая, и хочется на нее лечь, я понимаю. Только ты прям вот так вот на нее лег, и так, знаешь, как партизан. Что ты там как-то выглядываешь изредка. А ты сядь ровненько, да, все-таки у тебя... Ну-ка покажи, какая спина у тебя ровная. Какая спина у нас ровная, и плечики выпрями. Да. Вот. И вот не отпускай плечи сюда на домру. Хорошо? А то ты немножко на нее... Вообще, как с домрой, как выбрать посадку? Нужно поговорить об этом? Нужно рассказать? Как понять, как держать инструмент? Ну, давай проверим, правильно мы с тобой держим или нет. Сейчас с инструмента нужно встать. Давай встаем, будем друг у друга контролировать, правильно мы держим или нет. И смотри, домрочку нужно расположить вот параллельно себе, параллельно своему корпусу, да, таким образом, чтобы вот у тебя согнутая правая ручка в локте лежала на струнах. Вот ты вот согнул ручку, и вот твои струны. Да, вот, видишь, параллельно у нас левая поддерживает. Вот она твоя позиция. Да, плечики наши. Ну-ка расправь плечи, как на физкультуре. Вперед, вверх и назад. Давай, вот так, круговые. Делаешь на физкультуре у нас такие, нет? Нет. Да? Вот, давай, вверх и назад туда расправь. О, молодец. Теперь вот в этой позиции нужно сесть, чтобы вот это положение инструмента сохранилось сидя. Давай, садимся. Садимся и ищем высоту подставки. Все правильно тут у тебя сделано, да? Просто еще раз хотела это проконтролировать. Но спинку мы не скругляем, а вот как ты ровненько ее держал у нас, да, вот так же мы и сидим, чтобы ты не ложился все время на инструмент. И еще, вот когда у тебя там уже твои добрые молодцы, хочется, чтобы они были, вот, например, давай с тобой аккорды поиграем. Вот смотри-ка, освободим ручку и поищем яркий звук, потому что молодцы твои добрые, они такие, знаешь, откуда-то из скуста. Какие-то они такие. У нас нет, все распрятались. Они же яркие. Вот мы готовились, наряжались, пришли. Посмотрите все на нас. Да? Для этого должен быть у нас яркий звук. Да? Давай-ка найдем на дом ручке яркий звук. Сначала давай-ка без медиатора. Можешь вот так сыграть? А? Во. Да. Можешь, смотри, большим и указательным. О! Да. Да. Давай-ка теперь еще тоже в лицо. Подними шею. Тебе спрят шею туда. Да. Не, вот давай первый аккорд, первый аккордик и с самым ярким звуком прямо. О, молодец. Вот смотри, как ярко звучит. А теперь нужно, чтобы так же с медиатором. С медиатором-то еще ярче может звучать. Ну, куда я на твоей домре попробую? Может, это домра такая? Ну-ка. Ну-ка, прижми хорошо аккордик. Кандал-мажор такой у нас. Ну, неважно. Смотри, как громко звучит, а? Твоя домра, твой медиатор. А что я делаю? А? Скажи. Ну, смотри-ка. Ты вот так играешь. Это такой у тебя добрый молодец. Ему лет девяносто пять, наверное. Он вспоминает. Вот я, когда был добрый, молодец. Я был, ух, какой. Да? А это? Прижми только хорошо. Прижми, прижми пальчики. Да? Вот смотри. И что я поменяла? Скажи. Тоже медиатор. Те же струны. Ты прижимаешь. Даже домру не отбирала у тебя. Что поменяла? Ну, у меня рука прям расслабленная. Правая? Да. Вот моя, ты на мою ручку смотрел, когда я так играла? Вот это девяносто пять. Молодцу. А это? Тебе сколько сейчас? Десять. О, а вот это у нас десять. Да? Десять-то гораздо лучше, чем девяносто пять, да? Да. Ух. Что я поменяла, чтобы у нас возраст так... Амплитуду. Амплитуду. Раз. Правильно. Какие слова умные. Ха, молодец. Какие у нас дети умные в Москве. Так, амплитуда. Раз. И еще. А рука смотри какая вялая. Сейчас вот она просто раз и упадет. А так смотри какая она мощная. А? У него же силы-то много в десять лет? Ну-ка покажи, какая рука у тебя сильная. Освободи ее всю. Вот на меня повесь. Прямо отдай мне ее. Такая легкая рука. Нет, девяносто пять. А ну-ка, тяжелее сделай руку. Тяжелее. Вот. Это уже так лет... Ух ты. Да, ты не дави специально, не дави специально. Просто ее расслабь полностью. Как на весы. Ну какая рука. Десять лет-то какая рука. Мне бы такую руку в десять лет. Сейчас. Ну смотри какая рука у тебя шикарная. Вот такой вот тяжелой рукой я еще играю. Да? И амплитуда. Ну-ка давай еще раз без медиатора такой рукой. Вот такой сильной рукой. Вот, молодец. А давай-ка теперь медиатор, он же наш помощник. Он нам должен не мешать, а должен помогать. Чтоб он нам помогал. Во! Да, еще давай ярче звучок. Смотри, что тебе сейчас секрет раскрою. Еще секрет тебе раскрою. Если медиатор чуть покрепче вот здесь взять пальчиками. Да? Ну-ка покажи, как крепко можешь брать медиатор. Ух ты, какая сила-то у нас. Ого. Не дай его. Смотри, какой сильный палец. Молодец. И вот так вот сильно крепко теперь держи его, когда играешь аккорд. О! О! Здорово! Валюш! Ну, вот это я понимаю 10 лет человеку. А до этого-то как будто 99-то было. Запомнил, как яркого звука добиваться? Вот это уже добрые молодцы у нас появились. Давай закрепим еще разочек, чтобы все у нас услышали. Сейчас еще, сейчас еще, Ванюша. Сейчас тебе еще один секрет расскажу, чтобы ты никому не расскажешь. Ладно? Никому не расскажешь. Чтоб ярко звучали аккорды, они вот здесь вот никогда не звучат. Вот этот регистр у домрочки, он такой мягкий, такой нежный, добрый. А яркий регистр вот здесь у нас, где последние лады. Давай здесь попробуем аккорды играть. А почему я с тобой про крепко медиатор держать? Помнишь, говорили? Ну-ка, давай крепче. Да, молодец! О! Молодец! Умница! Запомнил, что нужно сделать? Значит, смотри, первое, что? Амплитуда. Второе, рука крепкая какая, да? Тяжелая рука. Ты ее просто освободил. Понимаешь, до этого ты так ее не смело играл. Она у тебя немножечко была такая скованная, да? А сейчас ты ее просто освободил. И третий момент. Медиатор, как мы крепко держим. И четвертый еще у нас момент. Вот сюда мы передвинули ручку, да? Это четыре секрета, о которых никому с тобой мы не расскажем. Да? Только мы с тобой знаем два секрета, как на домре ярко играть аккорды. Запомнил? Да. Больше не будешь чирикать на аккордах? Нет. Теперь смотри, добрые молодцы, они у нас не только на аккордах с тобой. Вот они у нас вот здесь пришли на шестнадцатых. Рэ, ми, фасоль, ля, си, ля, си, ля. О, да. Это только опять 95-летние молодцы у нас пришли с тобой. Давай еще разочек. Я за тебя правой ручкой поиграю. Рэ, ми, фасоль, ля. Да? Ну-ка. О, быстро так. Я не ожидала. Извини. Да. Смотри, что я еще раз на открытой струне пока без левой ручки. Я типа играю на твоей домре. А теперь смотри. Вот скажи, какие из них у нас добрые молодцы, крепкие, богатыри? Первые. Первые? Ну, правда же? А вторые? Кто у нас? Какие-то такие... Хлюпики подсказывают. Да. Мы же богатыри русские, да? Десять лет. Ух. Что я поменяла? Говори. Как думаешь? Первый раз. Второй раз руку дергаешь? Дергаешь. А ты тоже дергаешь. Я вот там сидела. Дергает. Так, первая руку я здесь. Смотри, как я на мизинец встала и как на коньках катаюсь. Смотри, туда, обратно. Раз и катаюсь. Приклеилось как будто. Это первое. Еще что? Ну, медиатор крепче. Правильно. Какой молодец. Все видит. Молодец. Медиатор, смотри, как крепко держу. Отбери у меня медиатор. Не отберешь. А еще что важно. Смотри. Вот сюда посмотри, как ручка работает. А второй раз? Кисть работает. Не шевелится. Кисть работает. Ну, смотри, ты сам уже кого хочешь, можешь надумренно учить играть. А? Да? Вот давай, покажи, как кисточка у меня работала. Да. Молодец. А как крепко медиатор я держала? Ну-ка, покажи. А теперь и медиатор, и кисть. Вот. Да. Молодец. А теперь покажи, как мизинец не подскажет. Как ты сказала, не скачет. Не дергается. Да? Ну-ка, покажи. Не, не от левого. Левого от такого ничего не зависит. Давай, правое. Как мы, значит, давай. Да, только это на балалайке вот так вот. Да? А мы все-таки на мизинчике катаемся. Да. А где наше, куда наше дело? О! Да. А теперь опять вспоминаем. Медиатор наш помощник, не враг. Да? Крепенько держим. И давай. Давай сначала без левой ручки. Ты молодец. Все и сразу хочешь. Это очень хорошо. Нетерпеливый. Да. Как нам только бы вот рукой так с тобой не прыгать. А? Смотри, вот. На мизинчик встали. И поехали. Туда, обратно. А? Говорят тебе про мизинчик? Да. Да? Очень хорошо. Все правильно говорят. Ну, они же для того и говорят, да, чтобы мы их не слушали? Да. Правда? Они говорят, а мы говорим, что да нет, нам же удобнее так играть. Правда? Я шучу сейчас. Да, вот про запястье немножечко подзабыли, да? Ну-ка. Да. А есть ручка у нас? Ручку можно попросить у кого-нибудь? У тебя есть дома какое-нибудь животное домашнее? Да. Кто? Кошки. Кошка? Кошки. А какая, как зовут кошку твою? Тамара и Тимофей. О-о-о. Давай мы с тобой сейчас тебе на запястье Тамару и Тимофея нарисуем. Вот тут у нас будет Тамара. Вот она, девочка, ушки красивые. Усики. А тут у нас Тимофей. Ух, он покрупнее. Наоборот, мельче почему-то получился. Ну, ничего, так бывает. Тоже усы и хвост у Тимофея. Смотри, ты когда играешь у нас вниз, ты Тамару с Тимофеем не видишь. А когда играешь вверх, чтобы ты увидел их. Ну-ка. Вот. Да, удар вверх, чтобы он у нас открывался с тобой. Да, только не размахивай так сильно рукой. Да, подожди, давай мы с тобой левую пока оставим в покое и вспомним, что у нас добрые молодцы-богатыри. Чтобы был яркий звук. Вспомнишь, как я играла на твоем инструменте? О. Да, только... Опять, помнишь, как мы с тобой ручку... Она у нас сильная, она у нас тяжелая. Ну-ка еще раз покажи, какая рука десятилетняя у нас мощная. О-о-о. Вообще. Супер. Просто прирожденный Домрист. Рука гениальная. Вот. И теперь вот такой свободной ручкой вниз-вверх работаем. Без левой. Давай, пока без левой. Сейчас к левой придем, придем. Что-то там про крепко медиатор говорил держать. О. Да, 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 да. Да, вот только что мы с Аней делали упражнение. Мама, мама, солнышко, солнышко. Вот тоже я просто не хочу сейчас повторять, но вот эти вот дуоли, триоли, квартоли, секстоли обязательно нужно играть. И вот это вот движение вверх и вниз, потому что он немножко уходит в вот такое вот прыгание над струной. Он играет не в струну и вверх и вниз, а он играет как бы вот над струной. Вот так вот. Не задевая ее. Да, как будто, ну, 95 лет-то сил нет задевать струну, понятное дело. Да? А Добрый Молодец, он играет в струну. Да? Не-не-не, только не сюда, а про Тамару с Тимофеем-то забыли. Ну-ка, Тамару с Тимофеем. Да, вот смотри, покатаемся давай, как на коньках. Мизинчик катается. Смотри, мизинчик, смотри на мой мизинчик. Вот я его поставила и поехала вниз-вверх, вниз-вверх. Вот покатайся так на нем, без медиатора. На мизинчике, вниз-вверх. Вот, что мы так делаем? Машинки катаешь, ну, ты уже машинки-то не играешь, да? Ну, в детстве, помнишь, играл? Да. Или какая у тебя машина была самая? Мерседес, наверное, да? Нет. Нет? Ну-ка, он самосвал, у меня даже самосвал был в детстве. Вот, вот так вот он ездит, да? Он же с дороги не съезжает у нас никуда, не подпрыгивает, да? А теперь медиатор берем с медиатором также. Да, и смотри, теперь если посмотреть на свою ручку, вот у тебя должны быть мизинчик и медиатор. Вот такая, как рожки, коза рогатая. Вот такая вот должна быть. То есть именно у нас, смотрите, медиатор и указательный палец, вот они должны быть два таких столбика у нас в руке. Вот посмотри на них, на своей ручке. Вот. И теперь вот на этом нижнем столбике мы ездим. Да. Вот. Вот я бы рекомендовала позаниматься отдельно правой рукой здесь. Да, не включать пока левую, а именно только отдельно правой, потому что хорошо играешь музыкально, и музыку понимаешь, и так очень цепко, и очень так бегло все. Но вот именно яркого звука пока не хватает, да, чтобы у нас с тобой было понятно, чтобы тебя слышали даже в большом зале. Будешь играть с оркестром. А у тебя звучок вот такой вот. А что делать-то? Никто не услышит тогда, микрофон тоже не спасет. Да. Поэтому вот я бы отдельно правой ручкой позанималась здесь. Вот сначала посмотреть вот на этот момент, чтобы вот сюда не уходил мизинец у нас. Чтобы постоянно, вот, ты видел, раз-два, раз-два, раз-два. И вот так вот на мизинце ты вот так катаешься. Сначала без прикосновения к струне. Просто вот. Просто вот так кататься. Да. Да. Теперь можешь прям и медиатор сюда поставить, вот чтобы тебя два касались. Медиатор и... Да-да-да-да-да. Вот-вот-вот-вот. И обязательно вот правой рукой отдельно позаниматься. Что касается левой ручки. Тоже она у тебя очень хорошая, очень крепкая. Такой ты так немножко в душу же гриф. Боишься, что сейчас гриф я тебя поймал, я тебя сейчас... Ты у меня попляшешь. Да? А попробуй вот это вот сыграть мне. На немом грифе это называется. Что я делаю? Слышишь, без правой руки, а инструмент у меня звучит. Что я для этого делаю? Я не просто пальчиками прижимаю струну. Если я прижимаю, то не звучит. Да? А я его туда бросаю, как молоточек. Понимаешь? Ой, извини. Понимаешь, вот туда. Как молоточек. Давай я тебе покажу на твоем грифе. Видишь, я прям его подняла и бросила туда. Как мячик. Ты же мячик подбрасываешь. Вот как он отскакивает. Ну-ка еще прям туда резче. Давай вот так вот перевернем дом ручку. Это легко почувствовать. И вот отсюда, вот отсюда, сверху, побросаем пальчики. Давай я держу, а ты бросай. Только на лад. Не-не-не, бросать-то кто будет повыше? Мячик. Как у нас мячик падает? Давай. О! Да, да. А еще, ну сделай цепкий пальчик. Пальчик богатыря. Да. Вот. А теперь точно так же снизу, с таким ощущением. Не, давай еще раз эту нотку найдем. Вот чтобы услышал у нас первый ряд. О! Вы папа? Да, вот чтобы папа услышал. Ну-ка, папе. Давай. Еще, еще, еще. Брось туда, брось. Вот. Вот, молодец. И так каждую нотку. Вот, что-то появляется, появляется. Ой. Не-не-не-не-не. Давай, смотри, чтобы... Постарайся, чтобы каждым пальчиком у тебя был звук. Вот старым очень хорошо уже. А ты там одним пальцем до, си, ля, соль, одним пальцем, что ли, играешь? Ну-ка, той аппликатурой, которой ты играешь. Нет, смотри. До. Отскакивает каждого лада. Вот. Вот. А теперь играй с правой ручкой, но таким же ощущением, но таким же крепким пальцем. Вот. Чувствуешь, они более цепкие у тебя стали, твои нотки. Да? Стали более такие все одинаковые и более прыгучие. Это именно от левой руки. Ну, скажи, а ты еще какие-нибудь упражнения играешь, вот, чтобы третий пальчик и четвертый у нас, вот, смотри. У нас когда дело доходит... Да, что ты, смотри, а четвертого все время у нас не слышно. Знаешь, почему? Потому что, вот посмотри на свою, покажи ручку свою, покажи. Вот смотри, четвертый пальчик, наш мизинчик, самый короткий. Да? И у тебя, и у меня, и у папы, и у Александра Андреевича Цыганкова, у всех людей. Да? Послушай, послушай, Ильюша, и Вань, и Вань. Все у нас, у всех людей мизинчик, он короткий. Скажи, ты когда в лифт входишь, ты кнопку мизинцем нажимаешь когда-нибудь? Нет? А ноты тебе нужно перевернуть. Ты переворачиваешь мизинчик? Вот не могу перевернуть. Нет. Да, то есть мы мизинец наш практически в жизни отдельно никогда не используем. Да? Мы всегда его используем совместно со всеми пальчиками. Мы так устроенные люди, нам так легче. А когда мы играем на домрочке или на любом инструменте, то у нас мизинец должен быть такой же крепкий, такой же мощный палец, как все остальные. А для этого его нужно тренировать. Да? Вот как ты, например, хочешь научиться спортом занимаешься? Да. Да? А что, какой тебе нравится больше всего? Я брэк-дансом занимаюсь. Ух ты, здорово. Ну вот там прыгать же нужно, да, брэк-дансе? Вот. Сначала тяжело было прыгать, наверное, да? А потом? Потом легче. Легче. А почему? Потому что когда тренируешь свои мышцы, ножки свои, да, они у тебя остаются более крепкими, более сильными, и прыгать тебе становится проще, да? Уже нравится, прям получается, да? Все удивляются. У нас то же самое в наших пальчиках. Тут такие же мышцы, как в ногах. И они точно так же развиваются, да? И нужно свой мизинчик так же натренировать, как ноги тренируешь. Да? Вот смотрите, я сейчас покажу упражнение именно только, чтобы у нас третий и четвертый пальчик. Потому что первый, второй не так сильные. А третий, четвертый, они самые слабенькие, особенно четвертый. Вот такое, знаешь, упражнение? Давай попробуем. Смотри, на соль диез ставим третий пальчик и играем по... Да. Да, только смотри, не-не-не, давай в более сдержанном темпе. Да, и смотри, задача, чтобы они у нас, как добрые молодцы у нас, чтобы они маршировали друг через дружку, переступали. Не переползали вот так, как вареные макароны, А как солдаты маршируют? Да. Вот прям замахивайся четвертым, замахивайся. Да. Прям шагай, поднимай их выше, поднимай выше. Третий совсем не поднимается, зачем приклеил его к грифу? Вот шагай, вот. Молодец. А теперь, Вань, давай на стакката. Отрывая. О! Вот. А в правой помнишь, какой мы с тобой яркий звук нашли? Ну-ка, покажи, какая крепкая ручка у тебя в правой. У тебя правая начинает ошибки повторять сразу, которые были. Поэтому я говорю, что надо позаниматься отдельно каждой ручкой. Молодец, очень хорошо, смотри, какие у тебя крепкие пальцы. А теперь вверх-вниз. И на легат, оно с таким же ощущением. Давай. Да, молодец. Молодец. Ну-ка, опять как партизан. Ну-ка, прямо сидим. Чуть стерженее темп. И шагай, шагай. Вот. Устают пальчики? Да. Устают. Очень хорошо. Только чтобы не болело тут ничего. Они должны уставать. Да, ты же, когда прыгаешь в брэк-дансе, тоже ножки устают. Да. Но потом привыкают, и все легче, легче, легче с каждым разом. Здесь то же самое у нас будет работать с тобой. А теперь вот то упражнение, которое ты показывал. Как мы вот это с тобой упражнение назовем? У него названия нет. Давай придумаем. Семь, какой у нас 21 апреля. В 2024 году изобрели с тобой новое упражнение. Названия нет. На что похоже? На ходьбу. На ходьбу. Да, туда-обратно. Давай, что это у нас будут шаги. Да. Вот. Все записали, запомнили. Мы сегодня придумали, изобрели новое упражнение с тобой. Будем писать, буду писать школу игры на добре, напишу шаги. Да, мы с тобой придумали. Только нужно проверить, работает оно или не работает. А как проверить-то? Заниматься. Заниматься нужно каждый день этим упражнением. Ты каждый день на доброчке играешь? Молодец. Вот каждый день. Ну, у тебя займет? Сколько минут сейчас ты их поиграл? Ну, максимум 2 минуты. А если 3 поиграешь, то, представляешь, 3 минуты всего. А уже через неделю твоим пальчиком будет так же легче, как твоим ногам прыгать. И у тебя здесь тогда все нотки зазвучат. Цепка-цепка, как добрые молодцы. Значит, шаги мы с тобой придумали. А вот это упражнение такое ты играл, да? Гусеница. А? Гусеница. Да, но уже, видишь, у него много названий. Мне знаешь, какое нравится здесь название? Я учусь играть на домре, я учусь играть на домре, я. Или я люблю играть на домре, я люблю. Как больше нравится? Люблю, наверное, лучше. Это учусь, это учу. Я люблю играть на домре, я люблю. Давай будем сейчас говорить. И также вот крепко, ритмично играть. Это опять же нужно для того, чтобы они ритмично играли. Давай. Молодец! Здорово! Давай шагай также пальчиком, а я буду твоей правой ручкой играть. Давай, поехали. Мы с тобой высоко зашли, да? Молодец! А слышал, какой звук был яркий? Да. А почему? Опять, ты же знаешь, что секрет, потому что с тобой уже все поняли, да? Давай-ка, чтобы у нас Тамара с Тимофеем нас с тобой видели. Правый, давай. Ты теперь будешь только правой, а я за тебя левой. Да? Давай. Ты только правой поиграй как следует. Вспомни там про козу рогатую. Вспомни. О! Молодец! 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 Да, самым ярким звуком сыграй, чтобы последний ряд. Да, а теперь поехали. И я учусь играть. Говорим. Я люблю играть на доме. Какой звук! Вы слышите, какой звук у Вани? Обалдеть! Я люблю играть на доме. Я люблю играть на доме. Все уже. Да, смотри. Ты слышал, какой звук-то сейчас был? Да. Слышали, какой звук у Вани хороший на доме? Смотри, все кивают. Посмотри, как всем понравилось. А что ты сделал-то для этого? Всего лишь левую руку я за тебя играл. А? Ну-ка, давай попробуй сам вот таким же звуком шикарным. Молодец! Я люблю играть на доме. 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 Я люблю играть на так разделила руки отдельно друг от друга. Потому что, конечно, так много задач. Тут, понимаешь, не подпрыгивай. Тут, значит, освободи. Тут медиатор крепче держи. 25 заданий. Тут пальцы ровно ставь, еще и говори. Ничего себе. Цирковая задача какая-то, да, получается. Нужно это все развести. Сначала одно, потом другое. Можешь просто отдельно правой ручкой позаниматься, отдельно левой ручкой позаниматься. И еще, знаешь, хочу твоих Тимофея с Тамарой еще немножко привлечь к нам с тобой. Ты вот сейчас, когда пальчики ставил, ты их немножко вот так вот кладешь на домру. А тебе не говорили, что нужно их? Надо ставить. Надо. Очень хорошо. Смотри, мы сейчас с тобой еще придумаем такой фокус. Давай тут нарисуем наши глазки у наших Тимофеев и Тамары. Вот наши глазки. Простите, что я ребенку разрисовываю, но это все сотрется. Глазки у нас с тобой. Да. Глазки, вот они. Тимофея. И вот эти глазки, когда ты ставишь на гриф, должны смотреть не в небо, вот так, смотри, когда ты заваливаешь, куда они у нас идут? В потолок они смотрят. А если ты вот так вот, ну ты так не заваливаешь, они должны тебе в глазки смотреть. О, вот молодец. Смотри, глазки тебе в глазки. Да, вот так вот, когда ставишь, вот твои глазки, вот они напротив тебя. Не вот так. Вот это очень хорошо. Играть на домре я люблю. Глазки, в глазки. О, отлично. Молодец. Да, молодец. Вот сейчас он правильно ставит пальчики. О, да. Правильно ставит пальчики. Поэтому поразрисовывать будет полезно. Да. Тимофея нашего, посади его рядом и поиграй ему. А ты сам смотри в глазки, в глазки. Запомнил? Да. Вань, сколько мы с тобой нового всего сегодня выучили? А? Сколько мы нового с тобой... Теперь давай, смотри, я буду играть, а ты будешь говорить, правильно я играю или неправильно. Проверим. Ты же вон какой умный. Сам кого хочешь, можешь на домре научить играть. Так, что будем играть? Я учусь играть на домре, да? Давай, смотри, играю. Правильно играю? Нет? А что не так? Рука. А что рука? Аплитуда. Аплитуда? Что, сократить? Сократила. Прыгает еще. Что? Прыгает. Ах, прыгает, да, точно, забыла. Да? Ну-ка, а теперь... На домре я люблю играть, на домре... А, точно, забыла, да? Слишком тихо. Так, что еще? Я люблю играть на домре. Я люблю... Что? Звук какой-то идет. Какой-то, да. А что, почему? Я люблю играть на... Смотри, как играю. Правильно играю? Нет. А что неправильно? Люблю играть на домре. Очень я люблю играть. Я люблю, очень я люблю. Что не так я делаю? Что не так я делаю? Ну, смотри еще на правую ручку. Вижу Тамару с Тимофеем. Нет. Нет. Поэтому, слышишь, какой звук стал? Нехороший. А? А теперь правильно я играю? Смотри. Я знаю. Правильно? Да. Везде правильно? Ну, левая рука. А что с левой не так? А что не так с левой? На полу пальцев. А что пальцы? Лежат. Лежат, да. Глазки в глазки-то не смотрят, они в потолок смотрят. Да? Молодец. Все знаешь. Всех уже сам можешь. Папу точно смело можешь учить играть на домре. Папа, умеете на домре играть? Да? О, гениально. А теперь правильно играю? Сейчас так. Да? Видишь? В глазки, в глазки у нас. Здесь у нас ничего не скачет. Смотри, видишь, мизинчик. И вот, видишь, у нас с тобой рожки. Казарогатая я это называю. Да? И Тимофея с Тамарой вижу здесь у нас. Да? Видишь, вот у меня. Раз, открыла, увидела. Запомнил все секреты? Это быстро сделаешь, уверен. Ну, это прям тебе займет, ну, 10 минут в день. Да? Только по отдельности. Сначала одной ручкой, потом другой. Запомнил, как про добрых молодцев, как ярко домрочка звучит? Аккорды запомнил, как играть? Наш с тобой секрет. Это мы никому не рассказываем. Да? Вот это можешь рассказать, а про аккорды только мы с тобой запомнили. Да? И как у нас играть шестнадцатые быстро тоже запомнил. А еще вот это вот на немом грифе. Тоже очень хорошее упражнение, прям вот с первого класса можно этим заниматься. И это очень сильно укрепляет пальцы, потому что вот это вот усилие, естественно, у нас очень крепкие, у нас очень сильное натяжение струн. И человек подсознательно, маленький, начинает вдавливать сюда все и перенапрягать руку. А вот этим упражнением мы силу саккумулировали, ударили и мгновенно руку освободили. Это закон развития потом беглости. Потому что в самом быстром темпе, если я руку сожму, я не могу тогда играть быстро. Вот в основе вот эти вот прыжки, которые я тебе подсказала. Сколько нового с тобой вообще выучили. Еще новое упражнение мы же с тобой изобрели. Шаги. Да? В следующий раз покажешь мне все эти упражнения, как они у тебя идут. И проверим, работает или не работает. Договорились? Ну давай, спасибо. Удачи тебе, молодец. Продолжение следует...